Субтитры создавал DimaTorzok Две коробки от Сильвии уже не справляются с нагрузками Я в этом году уже порвал две коробки, осталось третья Сразу же вопрос сходу Чем твоя машина отличается от других автомобилей такого класса? Ну, во-первых, это платформа S13 Это одна из самых старых, самых популярных не на Камчатке моделей Она очень легкая, очень короткая база Благодаря этому она маневренная, интересная То есть это как карт на четырех колесах Какой здесь стоит мотор? Здесь стоит SR20 Этим мотором эта машина комплектовалась с 1991 года и до конца 15 серии, 15 Сильвии Ну, изначально здесь был СА-18, потом был СА-18 ДЕ, ДЕТ, потом SR20 ДЕ И потом я уже, когда оброс деньгами и опытом, я уже купил с Японии SR20 ДЕТ от 180 СХ 97 или 96 года То есть последней-последней самой модели Сам как бы мотор старый, комплектация 1991 года, но он просто свежее Потому что на 14-15 Сильвиях уже шли моторы NVCS, то есть аналог VVTi и Toyota Расскажи, Овчик, про переделки, которые под капотом есть Я так понимаю, здесь родного вообще практически ничего нет В целом в машине родных запчастей прям минимум, если мы говорим об этом Что и под капотом, потому что если мы посмотрим сюда Тут арки переварены, телевизор тоже уже не родной Нижняя часть не родная, оптика не родная Радиатор не родной, двигатель не родной, бачки не родные Тормозная система не родная, стойки тоже не родные Ну, цвет, разумеется, тоже, даже коса не родная Поэтому говорить о том, что под капотом родного, именно ее Ну, по факту нет ничего, даже подрамник и тот не родной Я просто думаю, что из этого лучше снять первое Либо снять лоу, либо нулевик Ну, нулевик нельзя снимать, потому что он на герметике Этот на прокладке с герметиком Этот натянут слишком геморройно Я же как будто бы это все дело снять Если я это снял... Перед тем, как мы сюда зашли к тебе в гараж Ты мне рассказывал, что прошлый сезон ты пропустил Почему это произошло и что ты сделал для того, чтобы Сильвер приобрела такой вид, какой у нее сейчас есть? Так, ну, прошлый сезон я пропустил, потому что я тупо не успел В межсезонье построить автомобиль И был выбор, то есть поехать на чем-то улучшенном Или сделать действительно нормальный, качественный автомобиль, который поедет Какие пошли доработки? Основные доработки у меня были именно внутри мотора То есть он был внутри стоковый полностью, то есть стоковая башка со всеми делами По итогу, что мы поставили? Мы поставили пружины клапанов, чашки клапанов, втулки То есть это все тюнинное 99% я использую томей То есть если томей нет, тогда я уже беру что-то другое Впускной коллектор поменяли больше производительности Выпускной равнодлинный поставили Самое важное, я думаю, то, что мы сделали портинг головы Потому что это самая такая основная вещь Очень долгая Потому что я делал ее своими руками Как бы мне в этом всем помогал Андрюха Сколько времени ушло, чтобы сделать такую непростую вещь? И для чего это вообще было сделано? Портинг нужен для того, чтобы мотор лучше дышал Если так проще Он, скажем так, употребляет больше воздуха, может пропустить и больше топлива Тем самым мотор становится мощнее Никому не советую делать это самим У меня это ушло после работы Я там приезжал на 2-3 часа Месяца, наверное, 2-3 Во-первых, я как бы не умею это делать Во-вторых, времени не было А в-третьих, как бы Это реально очень долгая работа Вот, поменяли пайпы Были простые, там, 56-е Сейчас вся трасса идет на 76-е трубе Широкая труба раньше, она была намного меньше Тем самым, опять же, больше воздуха мотор получает Сама трасса впускная меньше стала То есть, максимально подняли коллектор Перевернули его, потому что раньше вход был здесь То есть, тем самым Отклик на педаль становится выше То есть, вот такие мелочи, как бы Они требуют много времени Я уже молчу про деньги То есть, опять же, дроссель поставлен Тоже повышенного диаметра В отличие от стока Тем самым, одновременно проходит больше воздуха То есть, мотор маленький Мотор всего 2 литра, 4 порчные Поэтому надо максимально сделать так, чтобы он больше Сколько он мог, точнее В себя взять воздух, от топлива Всего-всего То есть, подавать ему все по максу бетто Что-нибудь еще планируешь менять в этом сезоне? Да, в этом году я буду менять коробку Потому что родные коробки от Сильвии Уже не справляются с нагрузками Я в этом году уже порвал две коробки Осталась третья, последняя Вот, я надеюсь, ее хватит хотя бы на месяц-полтора Но в дальнейшем, я думаю, буду ставить коробку от Z350 Либо от Z370 Они держат намного больше мощности Ну и относительно недорогие, скажем так У Сильвии один из плюсов, да Это ее выворот Простота предней подвески И максимальная эффективность Я бы так сказал Кривой теншин Нижний рычаг Разваренный, блин, в простых условиях Просто увеличенный, сварка на 3,5 см То есть, он был раньше короче Да, да, да Как бы вот жесткость специально поставлю Вот это, это ограничитель Потому что выворот был еще больше Вот у нас выворот То есть, если посмотреть снаружи То он очень качественный, скажем так При минимальных вложениях денег Вот Что не на кулак Просто Демаксовский наконечник Тяга Которая стоит копейки Там что-то тысячи три тысячи три Рейка от S15 Ходила раньше миф То, что они там длиннее То, что у них там якобы выворот больше Как бы я сравнивал херня У них просто шток на несколько миллиметров толще И все Вот тебе весь выворот То есть, Сильвия Это как бы для тех Кто хочет немного сэкономить, что ли, да? Ну, Сильвия, в принципе Она изначально Она бюджетная Да То есть, если сейчас не берем То, что вот эти моторы стоят дорого В свое время они стоили по 45 тысяч Коробки стоят по 15 тысяч Сцепление двухдисковое Там со всеми делами Стоит 30 тысяч Если мы возьмем, допустим, аналог Маркообразный То у них сейчас моторы где-то по 150 Коробка, допустим На Марк Стоит рублей 75.90 Сцепление тоже 75.90 То есть, купив Да, купив одну Сэкономив на покупке Сцепление с коробкой Можно там Много денег сэкономить Здесь у нас идет Мало того, что каркас Мы здесь поставили уголок Вместо порога Тоже дополнительная жесткость Все, кстати, да Все у нас покрыто специальным покрытием Это Ниссан Он любит гнить Поэтому за ним нужен уход Кстати, вот да Это самый популярный вопрос Который слышно Типа Ниссан Если Ниссан Нормально Разобрать Полностью То есть, снять двигатель Снять подвеску Вывесить этот кузов Выпилить все гнилье Все переварить И качественно, допустим Это все покрыть Потому что я Это все дело делал Потом шовный герметик Потом грунт Потом специальным Каким-то покрытием И, в принципе, вот Три года Где-то прошло Не ржавчинки Ничего нигде нет И опять же Этого все очень жестко Он у нас Подъемник стоит В этот уголок И нам как бы пофигу Так, смотрим Что в этой части машины Самое интересное У нас нет бака Дополнительные распорки Кстати, не говорил У нас их По кузову Пять дополнительных распорок Редуктор Редуктор 2-way Последнего редуктора 2-way Кстати, в этом году Тоже один порвал Был с пары 3.7 Если память не изменяет Этот у меня 4.1 Вся подвеска на шарнирах Причем привозил ее с Америки Много лет назад Люфтов нет Как бы, ну, нормально Нижний рычаг стоп Это у нас, если память не изменяет Тоже какой-нибудь куска Но врать не буду Не помню Что-то интересное Стойки у нас Тейн по кругу идут Как бы легко Дешево Сердитый Просто Простые 17-й Японские диски Легкие Причем Резину спереди Беру Гудрайт По тормозам То, что вот у нас стоят Геттеровские Суппорта Геттеровские Диски Перфорированные Тут небольшая проставка 2,5 см Тормозные шланги У нас Идут армированные Причем армированные Шланги У нас идут полностью По всей машине Что у нас сзади Сзади у нас колеса Которые чаще всего меняются Правильно? Да Сзади у нас Стоят диски Шаган Я их купил еще Коду в 14-м Тогда это было модно Все на них ездили А, то есть диски Сзади и спереди Отличаются Я сейчас Спереди Легкие японцы Сзади Можно сказать Как расходный материал Я даже наручил Сейчас на внимание Параметры 9,5 на 17 Ну в принципе Стандартные Как бы такие колесики Вот Они недорогие Я их купил Что-то Комплект Первый я купил Тысяч за 20 Резину Использую Триангл Давление Я в последний момент Использую Уже Ну 1-1,3 То есть Это давление Скажем так Низкое В колесах Для того Чтобы был Больше зацеп Тормоза Тут тоже Стоят ГТР И здесь У нас Большая Проставка Между ступицей И диском Там вот Видно 4 Или 4,5 Сантиметра Ну чтобы Более-менее Ровно было К обвесу Мне кажется Или Колесо Сзади Шире Оно Шире Оно Больше Сюда Выпирает В этом Сезоне Это Какая Уже По счету Резина Я езжу Скрывать Не буду Много Даже По своим Параметрам В этом Году Вот Если Память Не изменю Ну комплекта 3-4 Я уже Жег То есть По 4 Колеса Сколько Стоит Комплект 12-14 Комплект Это Пара Нет Комплект Это 4 штуки Да Сколько Ты жег Комплектов Штуки 4 4 комплекта 4 Вот так Да Ты сам Придумывал Цвет Вот эти Все Обклейки Цвет Мне изначально Понравился Я Короче Ее Так Красил Потом Еще Раз Так Красил Потом Она У меня Была Фиолетовая И Потом Я Вернулся Опять В этот Цвет Благодаря Моим Друзьям Из Москвы Я Делал Дизайн Винила У Знаменитых Дрифтовой Сфере Фирмы Это Все Они Мне Перед Покраской Во первых Это Очень Такая Жесткая Качественная Пленка Там Какой-то Армировкой Это Не Просто Наклеечка Которая Сгорит Через День Через Два Или Отклеится То есть Вот Это Держится Уже Там Пару Лет И Я Уверен То Что При Желание Она Будет Еще Держаться Во вторых Если Произойдет Где-то Какое-то ДТП А Дрифт Это У нас В принципе Такой Вид спорта Где Это Как Б Норма То Я могу Просто Деталь Новую Поставить Наклеить Эту Наклейку И поехать Мне не Нужно Будет Грутовать Поклевать Выводить И все Остальное И Это Ярко Здесь У тебя Нифига Не багажник Чтобы Возить Картошку Наш Бак Топливный На 40 литров Это Какой-то Самодельный Бак Ну Это На Джесси Продают И Специальный Магазин Тюнинговый То есть Там Мне Кажется Все У кого Есть Марк Или Какой-нибудь Скайлайн Или Сильвия Все Этот Магазин Знают Это Что Это У нас Аккумулятор Маленький Аккумулятор Достаточно Насос Водометанола Это Сам Водометанол Для Чего Он Подается Во впрыск Скажем Во впускную Систему Мотора Он Убирает Детонацию И Увеличивает Мощность То есть Я ее Пока Еще Не Использовал Мы Еще Не Дошли До Этих Критических Моментов Чтобы Его Впрыскивать Но Надеюсь Уже На днях Мы Уже Это Как Форсаж Да Да Не Настолько Вау Дает Мощности Скажем Так Она Больше Нужна Для Того Чтобы Более Безопасно Ездил Мотор Посмотрим Что Вот Это Жесткое Мягкое Каркас Безопасности Называется Болтовой Каркас Потому Что Он Внизу Крепится Болтами Вот Мы Его Добавили Специальными Скажем Так Усилениями Это Мы Уже Сами Приваривали Все Делали Что Здесь Что Сзади Тебя Вот Это Мы Так Посчитали Что Это Нужно То Он Специально Под Эту Есть Какой-то Любимый Способ Постановки Машины Ручник Раньше Был Клач Пока Не Был Ручника У меня Другого Варианта Не Был Куда Ты Чаще Всего Смотришь Когда Ты Ставишь Машину На Треке По Чем Ты Ориентируешься На Датчики Я Ничего Не Смотрю Иногда Я Посматриваю Если Успеваю На Экстем И Только Вперед То Основные Все Вот Эти Датчики Ты На Них Смотришь Когда Отфинишировал Посмотрел Грубо Говорят У нас Температура Антифриза Воды Температура Масла Это Давление Масла Это У нас Смесь Топлива Воздуха Это У нас Надув Двигателя Ну Турбины Это У нас Температура Выхлопных Газов Самое Важное По Мне Это Вот Этот Датчик Потому Что Если Он Перешагнет 800 градусов Это Не Очень Хорошо Если Перешагнет 900 Ну Цифру 9 Я Думаю Это Хана Мотора Я Ему 10 Если У нас Будет Меньше Килограмма На Холостых Значит Надо Уже Остановиться Когда У меня Умер Мотор У меня Здесь Было Больше 120 То То Я Когда Залез В машину Смотрю Вот Этот Датчик Я Заглушил Машину И Все Потом Завелся И И Уехал На Эвакуатор Если Подводить Итог Сезон Сколько Еще У тебя Будет Сейчас Август Сентябрь Буду Кататься Там Конечно Зависит Непосредственно От Скажем Так Организации Какого Месяца Будет У нас Океан И Когда Будет Первый Снег Наверное Я не знаю Когда Будет Холодно И Как Ты Хочешь Завершить Этот Сезон И Что Ты Будешь Делать Больше Опыта То Если Будут Какие Серевнования Конечно Участвовать По Межсезонию Пропечку Поменять Коробку Собрать Запасной Мотор И Перейти На Другой Компьютер Может Редуктор Себе Найти Такой Неполей Трис Колеса Опять Закупать На Возьму Они Дешев Я думаю В следующем Году Я уже Либо 245 Либо 265 Попробовать Можно Собирать Информацию Можно Собирать Опыт Других Трифтеров И Уже Весновь Результат Уже Выходить Сегодня Мы были У Вовчика В гараже Где Мы Рассказывали Про Сильвию Вовчик Показывал Использовал Много Технических Терминов Если Вам Было Интересно Расскажите Об этом Пишите В комментах Давайте Обратную Связь Я Приду К Вовчику Еще Расскажем Еще Об Этой Машине Какие-то Детали А на этом Все Пока